Дети у нас все очень талантливые, дети очень хорошие. Все с большим желанием ходили к нам на площадку и прощаться они не хотят. У нас сегодня грустный праздник, мы прощаемся с площадкой. Петрушкин сундучок, так назвали организаторы детской площадки Дома культуры села Варваровки, конкурсно-развлекательную программу, которая открыла работу площадки 1 июня и закрыла 20 августа. Клоуна Петрушка, ведущие программы, оказались людьми серьезными, активными участниками всех мероприятий летней площадки. Нам очень понравилась акция «70 добрых дел». Мы ходили в гости к ветеранам. Нам очень понравились их истории, о том, как они пережили, конечно, тяжело, чашка, но пережили все-таки войну. Из яркого сундучка ведущие прощального праздника доставали предметы к каждому концертному номеру. Дети и взрослые с удовольствием смотрели выступления танцевальных коллективов «Апельсин» и «Фаворит». Слушали зажигательные песни вокального ансамбля «Улыбка», поддерживали аплодисментами солистов Дома культуры. Самые активные посетители летней площадки были награждены грамотами Дома культуры. Они многому научились за лето, тому, чему не учат в школе, но может пригодиться в жизни. Например, танцевать флешмоб и петь под караоке. Они развивали образное мышление и одновременно осваивали азы рисования, создавая работы на тему «Наша Родина Кубань». Выставка поделок и рисунков как отчетная будет храниться в зале детской площадки до следующего года. Родители могут гордиться своими детьми. Многие открыли для себя, какие таланты заложены в их ребятишках. Отличительная черта работы летней площадки в этом году в Варваровке в том, что ребята получили возможность заниматься спортом и отдыхать в прямом смысле слова очень активно. Так как при Доме культуры открылся тренажерный зал и дети получили туда свободный и бесплатный доступ на все лето. Экологические акции, лекции-диспуты, спортивные эстафеты, игры, туристические мини-походы, конкурсы поделок, участие в спектаклях в театральной студии, поездки в дельфинарии и многое другое было организовано для детей. В летние дни в этом сезоне часто на площадке одновременно находилось около ста детей и никто не скучал. Сначала мне было непривычно, но потом я начал привыкать к вечной веселой тут обстановке, к веселым детям, к мальчикам и девочкам. Маленькие жители села Варваровки с легкой грустью попрощались с новыми друзьями. На следующий год они встретятся здесь снова. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа. Регион.